Всех приветствую на канале для пострадавших от психотеррора. С вами я, Андрей Шутов. И сегодня я расскажу вам историю очередной пострадавшей девушки, которая сейчас находится на Украине в городе Сумы. То есть человека жестоко там запекают, какая-то преступная группировка отморозков. То есть те люди, которые с Украины, отпишите этому человеку, если вы сможете как-то помочь. То есть над человеком реально издеваются, замешаны в этом все там и мусора, короче, милиция, то есть да, ну мусора. То есть какой-то криминальный человек, который занялся ею, то есть да, постоянно за ней следит, избивает ее и так далее. То есть какой-то отморозок там. И на это никто не может там повлиять, поэтому повлиять могут только обычные люди, да, как обычно, заступиться за человека. То есть девушку конкретно хотят уничтожить, то есть да, насилуют ее психотронным оружием, вот, всячески избивают на улице и так далее. То есть наносят реальные увечья, постоянно встречают возле подъезда дома и так далее. То есть следят за ней постоянно. Мужчины с Украины, короче, кто может помочь, заступиться за человека. Я оставлю ссылку под видео, ссылку на контакт в Одноклассниках. Вот, то есть человек беззащитный, просто никто не может помочь, как бы, как-то, может, я не знаю, с переездом или что там, может побратоваться как-то, да, подружиться с человеком, вот, чтобы, как бы, помочь человеку. То есть, да, выйти на связь, потому что эта преступная криминальная группировка психотронная не дает ей просто жизни вообще, то есть никуда не пойти, ничего. То есть просто, ну, там же на Украине беспредел сейчас, то есть, да, творится. Вот, просто не дают какие-то отморозки ей ступить даже шагу, вот, она запугана и не знает, что делать. В общем, я обращаюсь к тем людям, которым просто это не безразлично, то есть помочь земляку, да, заступиться и как-то помочь жизни, вот, связаться, может быть, подъехать, пообщаться, там, разговориться как-то, вот, кто из тех районов, кто там это делает, там, выяснить, может быть. Ну, раз мусора уже, там, в этом деле, да, выяснить, получается, на государственном уровне ничего не получается. То есть, это криминальная преступная группировка, которая просто издевается на человека. Поэтому ищите контакт и обращайтесь как-то в письме, подъезжайте, может, соберите какую-то дружину какую-то народную, я не знаю, пускай человек вам расскажет, да, там, даже просто с ней пообщайтесь. Кто видеоблогеры, я, пожалуйста, обратите внимание на это видео, то есть, да, именно люди, которые с Украины. Осветите это видео и тут доказательства видеообращения этой девушки, которая говорит, что милиция никак не реагирует на ее заявление и что ее просто уничтожают какие-то непонятные люди с преступной группировки, которые за ней постоянно следят и, в общем-то, издеваются. И применили к ней пытки психотронным оружием. С вами был я, Андрей Шутов, сейчас вы перейдете на видео, это видео этой девушки, вот. Потом подпишитесь на мой канал и перейдите на ее страницу, вот. Просто отпишите ей сообщение, там, неважно, имя она свое не хочет показывать и так далее, потому что человек запуган. Вот так. В общем, давайте, ребята, как-то помогите человеку, кто с Украины. Вот так вот. До связи. Так, ну, это видео я посвящаю нашим доблестным защитникам, полицейским, у которых нет совести. Если у тебя нету совести, зачем ты идешь вообще в милицию? Эти криминальные структуры работают с милиционерами напрямую. Давно-давно. Ну, будто я не позволяю брать вот это вот оружие, психотронное и другое. Убирать неугодных людей, как говорится. Хотели убрать неугодных людей. Ну, ладно. Дело не в этом. Дело в том, что как бы заработать на кусок хлеба все-таки как-то надо. Тут работать не дают вообще. Нет вообще выхода никакого. Потому что я, например, выхожу на улицу, уже за мной вот эти бандуки бегут. Я захожу в какое-то заведение, они за мной уже бегут. Уже предупреждают, уже звонят, уже что-то делают. Ну, дело не в этом. Все равно они творят вообще полнейший беспредел. Я считаю, что это вообще полнейший беспредел. Я подала кучу заявлений в органы прокуратуры, в органы милиции о том, что меня избивали, грабили, насиловали, издевались. Ну, так как они, эти органы милиции, как бы тоже нарушают превышение полномочий у них идет, у меня не остается другого выхода, как об этом рассказывать прямо в прямом эфире. Потому что ни одно мое заявление они не приняты. Ни одно. Вот у меня заявление, значит, вот это вот о побоях. То, что надо мной сделать. Значит, заявление у меня, это мне уже высновок прислали, высновок. Значит, заявление было такое, что непосредственно работники милиции, когда я приехала из Польши в аэропорту, не хотели меня выпускать. Просто подошли ко мне сотрудники милиции и сказали, ты, сука, отсюда никуда не выйдешь. Забрали у меня вещи, чемодан мой, и мне пришлось убегать. Я от них убегала. Про это есть заявление. Мне там схватили и хотели побить дубинкой, но и как я вырвалась, я не знаю, я убежала. Вот про это есть заявление, которое не рассмотрели. Заявление есть, значит, следующее заявление. Так как прослушка идет при наличии телефона и, можно сказать, они знают, что у меня там какие-то там... Я снимаю где-то в каком-то банке деньги, что у меня есть наличные. Значит, подсылают ко мне зашла на вагонца. После того, как я забрала деньги из банка, моя подруга мне их передала. Эти деньги на счету были у меня, но я дала ей на сохранение, она мне передала эти деньги. Они об этом сразу узнают, сразу подсылают ко мне своих ребят из этой бандитской группировки. Значит, он с меня срывает колье, из сумки вытаскивает деньги, из кармана вытаскивает деньги, избивает меня страшно. И все, я подаю заявление на него, значит, заявление, что этот человек мне неизвестен, что так и так, по этому факту я обратилась на Первомайскую, на лицо 21, так? Значит, слушайте дальше, это очень интересно. Значит, сотрудник полиции, к которому я обратилась, сказал, закрыть все двери и никого не пускать и не выпускать в приемную. Это было в кабинете. Сотрудники полиции, их было около шести человек, ну там пять-шесть выходили-входили. Начали надо мной смеяться, издеваться. И сказали, что заявление, которое я написала, надо выбросить не с одной вещью. После этого я очень испугалась. Набрала по телефону скорую помощь. Приехала скорая помощь. Мне дали обезболивающие, так как я была в крови. И увезли быстренько, по-моему желанию, быстренько в поликлинику. Там мне сняли побои, мне оказали стационарные лечения. Мне пришлось уехать из этого города. Значит, через два дня я снова подала заявление. Второе. Но уже в другой участок, значит, по адресу Куйская, 119. Значит, там заявление у меня отказались принимать. Отказались принимать заявление. У меня вытащили больше двух тысяч гривен из сумки и 350, почти 400 долларов. Плюс украшения. У меня отказались принимать заявление. Это статья грабежа, разбой. После чего мне угрожали корочками, митовскими. Просто угрожали. Я подала еще раз заявление еще в одной прокуратуре. Там тоже надо мне посмеяли. О том, что у меня снова украли вещи, все избили, украли вещи и деньги. Молодой Бог и все остальные вещи. Заявление не приняли. Я подала еще одно заявление. Но уже вообще думаю, хорошо, пойду по другому плану. Мне надо как-то уже на этого человека, именно на заказчика, который заказывает вот это все. Их, в принципе, пара человек, и я озвучиваю их постоянно. Они звонят милиционерам и угрожают там, ну это рикетиры или я не знаю, как их называть, что там не надо, чтобы она подавала заявление. Вот еще одно заявление. Вот еще одно заявление. Вот, что мне подала протокол. О том, что надо мной издевали, шантажировали, вымогали деньги, опорчили имущество. Этот человек испортил мне норковую шубу, поломал мой ноутбук, порвал мою курточку, испортил, украл из моей сумки деньги. И заявление не приняло. Пришли ко мне домой милиционеры, откажись от показаний. Они будут меня убивать, грабить, а я должна отказываться от показаний. Вы знаете, что мне написали, значит, на конверте? Вместо улицы. Выгоняй ее. Сумска местцевая прокуратура. Вместо улицы написали. Это как понимать? Это как понимать вообще? Вот эти все побои и все это. Ничего не значит или что? На стране можно убивать людей. Воровать вообще, вырвать телефон и воровать вот это все. Убивать и это все будет безнаказанно. Это что? Можно туда не ходить, да? Можно не обращаться к этим лицам. Или озвучить их фамилии. Какие-то несчастные копеечки у человека. Я заработала копеечки какие-то несчастные. И те вырвали из рук. Вырвали из рук. Украшения, деньги, все. У меня даже уже не оставалось никакого выхода. У меня уже не оставалось никакого выхода. Я просто не могла найти себе работу. Я пошла уже в военкомат. Думаю, пойду в службу по контракту. Пошла, сдала медицинские, значит, все бумажки. Что я психически нормальный человек. Что я могу пользоваться табельным оружием. Меткомиссия, все остальное. Взяла характеристики. Значит, у меня все характеристики. Что я не алкоголик, не наркоман. Подписана характеристика. Депутатом областной рады. Метский голова. Значит, что я спокойно, вичливо, неконфликтно. Ну, туда-сюда, туда-сюда. В общем, характеристики, все. Вот, пожалуйста, то, что я хотела пойти в службу по контракту. Потому что у меня ни выхода не было никакого. У меня не было никакого выхода. И вот я хотела пойти в службу по контракту. Но у меня не было даже денег на билет поехать. Это полная нищета была. У меня даже не было денег. Там два анализа надо было заплатить. У меня не было даже денег на эти анализы. Не было у человека денег. Вообще. Мне в службе по малой имущим дали 300 гривен. 300 гривен дали. Всем, чем могли, помогли. И то благодаря нашему депутату. Щиро вам дякую. Вы меня спасли от голодной смерти. В общем, не дают вообще, вообще ничего не дают. Не выйти на улицу. Не пообщаться там с какими-то людьми. Не где-то поработать не дают. Избили прямо в ресторане. Избили. Избили. Ни за что. Потому что на конверте Сумска, местцевая прокуратура, написано вместо улицы, выгоняйте ее. Это кто такой умный? Василенко Петя? Или министр внутренних дел? Чтобы так издеваться над человеком? Криминальным структурам? Полицейским? И всем остальным? Это что? Это что такое? Я хочу спросить просто. У меня уже просто нету сил. Нету сил. Тем более у меня вот рядом точно такое же происходит дома. Точно такое же. Я сначала думала, что это какие-то там гонения, может, на христиан, потому что я в церковь православную хожу с самого рождения. Думала, может, это гонение на христиан. Может, думала еще что-то. Как мне объяснили, что им нечем заняться. У них нету работы никакой. Никакой работы у них нету. Им вообще заняться нечем. И они издеваются над людьми, потому что им нечем заняться в этих органах. У них нету никакой работы. В общем, вот. Субтитры сделал DimaTorzok.